Всем привет, вы на канале Фордмак и... Уоу, буквально только вчера поспалил грехи от Далбика по Амигамозгу и уже новая пачка грехов, а именно по моему фильму Босс Молокосос 2 Семейный Бизнес. Как иронично, учитывая, что сам по себе мультик это один большой грех против человечества и мультипликации в целом. Но не будем, конечно, не будем распаляться, давайте по сумке их же грехи нашел Далбек в этом... Я не могу называть это анимационном проекте, в этом нечто. Перед началом реакции, конечно, лайк, подписочка, переподписочка с колокольчиком, чтобы приходили уведомления о новых роликах и больше, больше комментариев для продвижения видео, например, про то, что вы тоже не любите Босс Молокосос и надеетесь, что когда-нибудь увидите большой, хороший, качественный проект от DreamWorks. Ну что же, поехали! Ну, к минимуму, блин, потрясающая работа вот с этими колокольцами, ух! Госмолокосос! Я не понимаю, уже 21 год за окном, а у DreamWorks все еще проблемы с размытием пикселей. Что это за зернистость? Для наглядности, у Pixar, Disney таких проблем нет, у Sony Animation тоже. Вообще, кстати говоря... Может, DreamWorks реально нужно похитить сотрудников... Да дело не в этом. У DreamWorks в последних мультиках очень последственная анимация. Не, ну а чё? Вот реально, в последних мультиках прям очень последственный визуал. Даже куча пропечества! Сравните с тем же Шреком 2! Присаживающие щурятся типа от ветра, хотя у них защитные очки. То же самое касается их губ. Они тоже типа из-за ветра болтаются, хотя окна закрыты. Слежу за нашей малышкой Тиной. Хотя иногда кажется, что это она за... Несоответствие с первой частью. Тина была с блондинистыми волосами, а не рыжими. А это Табита, наша второклассница, которую только что взяли в лучшую... С Табитой та же история. Была она явно светлой кожей, а теперь смешанной с муглой. No racism here. Санитий, гелий, водород. Выучила! Найс-таблица. Скандий, который SC стал серой из-за отсутствия... Но в пене уважения за перевод. В итоге Табица 2 серы. Что адаптировали надпись. О, Трамп! Где она? Чего вдруг решил заглянуть? Подушки и книга постоянно скачут между кадрами. Ну, это вот стандартная проблема. Кто же там? Привидение? Ведьма? Да тихо! Забавно выглядел в кадр. Волшебник выглянул из-за задницы Тима, а при переходе видно, что он не вставал с места. Да и его место не соответствует этому положению. Тим нагнулся и взял телефон. В следующем кадре, не двигаясь с места, видно, что он стоит не над кроваткой. И не мог бы, наклонившись, достать оттуда телефон. История такая же, как и в Луке. Падающая тень не соответствует освещению на персонажа. Пол головы в тени, но вся голова освещена. Я могу поверить, что из-за вертолета дом трясется, как при извержении. Но не поверю, что при этом снег вообще не разлетается. Хотя он должен был лететь в первую очередь. Это слишком тяжелая анимация для древборса современного. Я могу поверить, что унитаз стоит прямо под окном. Но не поверю, что рядом не будет видно ног Тима. Хотя он должен быть тут. А он уже потом... Исчез. Столь маленького рулона ковра хватило бы примерно на метра полтора. Но он все катится и катится, не уменьшаясь в диаметре. И никто не понял, что это нарезка. Нет, не приезжал много лет, лишь дарил подарки. Даже не приехал на свадьбу, но прилетел лично, как только Табита якобы упала с лошадки. Хотя на деле вызвал бы к ней первоклассных врачей или типа того. Ведь даже если бы Табита реально пострадала, то как бы он сейчас ей помог? Что бы он сейчас сделал? Отойдем на кухню. Вдвоем. Вдвоем или втроем? Вдвоем или втроем? Я не понял. Если хочешь нарваться на комплимент, на, получай! Конечно, респект за локализацию текста. Да, но отратительно выглядит. Почему так омерзительно? Словно в пейнте переделывали. Ну серьезно, что это? Остановитесь. В оригинале не особо хорошо. Но этот, боже, что? Сочи, что? Отсюда мы отслеживаем угрозы для детей по всей Земле. Найс, отслеживаете, что у вас планета в разы быстрее вращается. Угрозу из будущего отслеживают, типа? Походу. Староклассница, которую только что взяли в лучшую школу города. Что за проблема? Расти, крути! Только вообразите. И малыши-космонавты. Приветствую вас. Я Эрвин Онжо, доктор Армстронг. Что бы там ни говорили родители, они в детях не разбираются. Единственное, что мешает развитию малыша, это взрослые. Так вот почему Табита отдаляется от меня. Пока, мама. Пока, папа. Сюжетные дыры из разряда, наверное. Очень много сюжетных дыр. Да весь пульт как сюжетная дыра. Тим Зуной отдавали Табита в большую школу города, но ничего о ней не знали? Рекламу-то они явно должны были где-то видеть, ведь она предназначена для взрослых. Отсюда вытекает вторая дыра, противоречивость рекламы. Док всю рекламу поливает говном взрослых, а в конце добавляет, приводите сюда своих детей. Что обращение как раз к родителям. Может я идиот, но я не дурак. Не хочу прерывать вашу содержательную беседу. Здравствуй, дом. Все равно так странно слышать Бондарчука. Ты должен внедриться в этот дубок и выяснить, что замышляет доктор Армстерн. Это лучшая маскировка. Сюжет не придумал ни одной причины, почему именно Тим и Тед должны... От других нельзя было взять. Во-вторых, снова узнать о тайной организации... А, чтобы Слендером не мучиться, просто ведь модельки с первой части. Самой организации. Все это лишено смысла, ведь зачем разрабатывать коктейль молодости, когда сами младенцы уже младенцы? Да? И могут без каких-либо проблем проникнуть на территорию школы с микрофонами и камерами. Причем, судя по количеству этих школ, какие-то доучастники Бэби Кок уже должны учиться в них. Там даже есть специальный класс для младенцев. Чел, ты... Все бы ничего, но Тина не знала, что мама и сестра уехали куда подальше и что их не видят и не слышат. Она даже не решила перепроверить дом. Как работает коктейль? Он то для приема внутрь, то для наружного применения. О, боже. Голос Тима менялся в зависимости от омоложения. Но голос Тима таки остался босым, хотя принимали они одну и ту же сыворотку. По-моему, достаточно! Привет, мы вернулись! Теперь у нас две елки! Теперь справа. Чему мне тяжелко? Их реально не заметили номер раз? Да. Давай, перейти. Я первый. Их реально не заметили номер два? ...развлекать. О, Тина! Это что такое? Во-первых, Тина не имела никакой гарантии, что мама ее поймает. Скорее всего, в этот момент она просто свернула себе шею. И все. Конец мультфильма. Во-вторых, смартфон частично провалился сквозь текстуру пола. Справедливости ради, он действительно не симметричен в толщину, но самая тонкая часть все равно толще, чем в этом антрите. Блин, что за бред? Огрызь ты нечем. Вот прямо перед нами, без стыда и совести, столик с фруктами отошел куда-то назад от стульев. Ну все, я готов внедряться. Прости, пап, но ты остаешься. И я решила, кого отправлю на задание. Обоих. Бэйби Корп хочет видеть прежнюю команду, да? Совет категорически против. Но я главней и мне видней. И я считаю, что вас лучше использовать вдвоем, а не по одному. С распоряжением власти в Бэйби Корпе вообще ничего не ясно. Сначала они не хотят, чтобы два брата, спасших корпорацию, работали вместе, окей. Теперь почему-то Тина высшим званием всей корпорации. Как это работает? Что каждое утро в 11.15 доктор Армстронг выходит из своего кабинета. Я же говорил, что Бэйби Корпы должны быть люди из этой школы. Так получается, так оно и есть. Раз инфаркл... Так почему бы этим детям не подложить записывающие устройства? Я скачу строго по навигатору. Поверните навигатору. Спасибо, навигатор. Которые показывают с задержкой, либо повернули на кварталы раньше. Не надо по больному бить, пожалуйста. Мужик сидит в 3D-очках, хотя фильм без 3D-эффекта. Это обычный 2D-сеанс. И никого нету при чём. Это ж спидит, мать его, где все? Нихрена, у них металлические игрушки для ёлки? Так ещё и специального сплава, чтобы разжигать искры? Да? Ещё и вместо асфальта беды... Походу с кремнием. Как же звёзды сошлись? Нужно верить на форт! А, не, они ещё и ёлку бензина поливают. Вот оно как. Поверните на форт! Нет, что ты! Это не полиция, это фанаты! Вот он! Нет, 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 нет! Нечто реалистично! Беспредел уровня Мстителей, а их даже искать не будут. Так, чуть не забыл, сучки брюндак. Кучка, львикон. Слушай, я знаю, что говорю. Эта школа высасывает и слабитые все соки. У Теда нет карманов, чтобы хранить дачку пенек. А Тим в рюкзак их не клал. Вход в школу только для детей. Плакать при расставании с родителями воспрещает. Добро пожаловать. Спасибо, что выбрали лучшую в мире школу. Вся школа выглядит так, словно дети сюда в первый раз пришли. Сделано это для нас, зрителей, и для Тима с Тедом. Но все сами ученики здесь не в первый раз. Тут занято! И тут тоже! Место ученика определяют исходя из рейтинга. Получается, во время урока все дети будут пересаживаться по КД. Чего не происходит. Да и сама концепция перестановки детей в зависимости от успеваемости не имеет конкретного смысла. По-хорошему, сажать нужно в зависимости от зрения детей. От того, кто с кем болтает, будет ли отвлекаться. Тень кудрявой девочки до и после не похожи вовсе. В наш дружный коллектив пришел новый коллега. Меня зовут Маркус. Маркус Суперлёд. Суперлёд. По-хорошему, Брюс и Корп должны были подделать документы и прочее, чтобы их вообще... Ээээ, ну нет, зачем-то заморачиваться. В таком случае, и по-моему, были бы обсуждены заранее. Синюю группу, где собраны лучшие... Уууу, чувствуешь, какая тут у нас? Этот экран меня абсолютно раздражает. Во-первых, здесь всего 9 учеников. Я, конечно, не считал, сколько их всего, но, по-моему, явно больше 9 ладо, ладно, их 24. Во-вторых, из-за шестиугольной формы монитора он не сможет передать точность рейтинга учеников. Вот если эти двое по краям опустятся на тот же уровень, что и Маркус, и они где будут показаны, здесь или здесь, за экраном... Да нигде. Так и бывает, когда Дизиган не продуман. Соединение получено! Получилось! У половины детей колбы лопнули просто так. Итак, добро пожаловать. Кто может назвать ученого, доказавшего, что у вселенной... Уууу, какой лезвый! Внимание на меня! Сколько не думаю, все еще не могу понять, что этот монитор из себя представляет. Я хрен его знает. Героятно, что это искусственный интеллект. Вряд ли главный директор... Здесь ничего не продумано, зачем здесь вообще искать что-либо? Камера здесь нужна, чтобы наблюдать за обстановкой в классе, фотографировать. Но тогда как объяснить, что симулятор деда четко видит, где нарисованы усы на мониторе, если камера снизу? Клей! What the hell? Какой-то космический клей у них в детском саду. Слишком круглой клей. Такой опасен для жизни. А он у них в огромном количестве у детей. Тебя ждет музыкальная пауза. В музыкальном пузыре сходит с ума. В пузыре? Сейл, уэй, сейл. Располагайся, Марк. Судя по незнанию Тима о пузыре, этот пацан там сидит еще до прихода детей в класс. Походу. Как так совпало, что о нем никто из одноклассников не вспоминал? А зачем? Что он сидит еще до начала учебного дня? И что его освобождение... Ни о чем не думает, это восьмой косос. Ни о чем не думает, это восьмой косос. Дочь, именно спасителя Бэби Корп, учится в школе, которая угрожает Бэби Корп. Главный злодей живет и работает именно в том же городе, где и живут главные герои, хотя школы бренда открыты по всему миру. Сопадения много, совпадение и зачем думать это сюжетом? Этот мультфильм так любит противоречить сам себе. Вау, он оказался ребенком. Даже зубы ненастоящие. Но нет, у него есть зубы. Тогда как он разжевал кусок металла и как он жует твердые конфеты? Хрен его знает. Здесь ничего не продумано. Между кадрами в наглую пропал этот радужный туннель, что был слева от телескопа. Положение снега Тима тоже меняется между кадрами. У нас есть тайны для лучших детек. Сегодня собрание. Справедливости ради, не все дети влезут в этот проход. Ну все, да. Прикольно. Камера запечатлела позу ребенка еще до того, как тот закончил взмах катаной. Да и при разрезе устройства куски дисплея перестанут работать в 100% случаев. Как бы ладно, за цвета, за дизайн тут можно сказать, можно выразить уважение, но в остальном это реально пипец. Сцена с ниндзя не имеет смысла от слова совсем. Теду вручили фиолетовый пропуск. Он, как и подобает, прошел куда дозволено. А потом его чуть не порезали. Окей, скорее всего, это из-за степени видео, но Теду не давали предупреждений о конфиденциальности происходящего. Да и ниндзи бы тогда бы доложили об этом главному. Я научил малышей писать код. Знаешь, говорят, если собрать пару миллионов обезьян и дать каждой клавиатуру... Они рано или поздно напишут Гамлет. Вообще, в этой теореме говорится не о миллионах обезьян, а о бесконечном количестве. К тому же, не самих обезьян, а времени что-то опечатает. Да и даже если бы это работало на детях, то напиши один из них нужный код для программы. Они бы ни за что не смогли узнать, какой именно младенец его написал, когда, как проверяется код вообще. Так еще и клавиши урезаны, неполный алфавит. Причем так у всех детей. У нас на рынке почти нет смартфонов со вспышкой для фронтальной камеры, но мало ли в их вселенной может такие есть, но нифига, видно, что на экране яркого диода нет. Фишка со вспышкой самого дисплея не сработает, они не такие яркие. Его реально не заметили номер 3. Слышит Тобиту через закрытое окно. В этом притворстве не было никакой нужды. Тина все это время отдавала приказы через начальство. Тут могла сказать то же самое, типа, ну там сказали это выгодно сделать и все. Слишком много нелогичностей. А что за прога? Называется четкие фотки. О, сейчас тоже поставлю. Я радуюсь не концерту, а смене вербоват. Порядка. Смартфон уже делает свое дело. Я научил малышей... Шестоугольный смартфон? И ты осуществишь его с помощью нового предложения для фото? Нет ни грамма гарантии, что все люди планеты, у кого есть доступ к смартфонам, скачали именно это приложение для камеры. Кстати, да. Каким-то образом ср... А, ладно. Я пытаюсь нормально осмыслить все это, но не получается. Это слишком нелогично. Хотя это детский фильм вроде бы. Поздравляю, твой план за 2 рубля сработал каким-то образом. Но взрослые по всему миру и вне школы Эрвина обладают численным преимуществом. Так что революция в лучшем его сценарии не сработала бы никогда. Другой расстрой. Вы действуете на нервы. Какая камера снимает доктора Эрвина? Планшет не под тем углом и трясется. Перед ним камер нет. Надо камеры. Сейчас узнаешь, кто тут босс. Пристрелки, слабкоежка. У меня двойна. Тина может в совершенстве управлять сложнейшим экзоскелетом, сидя в нем впервые. Причем, поверил. Ну и поведяйте, да. Уху. И все? Школа, дорогое удовольствие. Приходится кое-где экономить. Чел строит подземные туннели, магнитные летающие черт знает что и капсулы морального уничтожения. Но защищать сервер, который для него же и особенно важен, он не станет. Зачем? Симулятор деда всегда был, есть и будет воображением Тима. То есть, нет никакого смысла в том, что он выскакивает из сумки вне поля зрения Тима, что-то там делает и вообще он должен был остаться в портфеле, раз он не живой. Тима совершила оборот вокруг своей оси, что пиджак вряд ли бы выдержал, а если бы выдержал, то зажал бы ей горло. Увидите, что я прав. Эпоха родителей закончилась. Есть повод поднять бокал газировки. Устроим ему шипучевулка. Нет, нет, нет. Ну, конечно же, рекламная интеграция. Два момента, от которых говной воняет. Первое, это запуск чего конкретно. Приложение для зомбирования, так оно уже работает. Да, и если бы это была загрузка того приложения, взрослым еще нужно что-то сфотографировать, чтобы его активировать. Второй момент, объем газировки с ментосом. К счастью, мы навидали с таких экспериментов, и точно знаем, что такой объем пены с одного бокала не образуется. Это нужно минимум бутылки 3. Ура! В эти секунды видно, что опять же, размытие как-то криво наложилось на телефон позади. Стойте кучней! Щелкаю! Нет, стой! Что? Вспышка исходит не от специального диода, а от какого-то черного прямоугольника. Может, она новая вспышка? Будущее. Для этого вспышка исходила как раз от белого диода. Молодец! Красиво, пожалуйста! Молодец! Жаль, Тедди не смог приехать. Да, это точно. А я как раз... Неприлично, дорогой подарок. Оу! Чтобы припарковать огромную статую, потребуется какой-нибудь... И золото мать его! ...и еще что... Что-то явно очень громкое. Но Темплтоны ничего не слышали за окнами, которые легко пропускают. Тихо! ФБР! Девчонка! Стоп! Ты умеешь говорить? Да, вот такая детская неожиданность! То есть, папиной истории не чушь? Я ловлю! Не бойся! Трубку не снимешь? Неа! У нас есть дела поважные! Суть первой части была в том, что дети из Бебикорп приходят и уходят из семей, пока не завершится их миссия. Вообще, дети даже не всегда приходят в мир людей, а остаются на небесах. А после службы забывают свою карьеру в корпорации. То есть, то, что Табито, Тим и сам Тед помнят все это дело, уже нарушение норм Бебикорп. Я с тобой. Мдааааа... Ну, так что, на этом все получается? Вообще-то, остался последний штрих. Мама. Папа. несовершеннолетний террорист совершил преступление международного уровня и все нормально нотный стан с четырьмя линиями четырьмя четырьмя не понял 80 спасибо тем сам соси да ребят это что же ребята я бы хотел что-то сказать но я не знаю что сказать по этому поводу потому что сам по себе мультфильм это полный трэш грехов много реально вдоха больше 50 это уже плохой знак одно дело хороший фильм а другое дело босс мой косос 2 поэтому я просто поставлю толпыку респект и лайк а сам я пойду пойду про мои глаза с хворкой потому что я жалею о том что я вообще вообще-то посмотрела грехи хороший да но мультфильм до сих пор вызывает боль и желание чтобы деймворкс вернулись нормальное русло